Россия ответила на продление санкционного режима Евросоюза контрсанкциями. Об этом президент сегодня лично сообщил министрам. По словам Владимира Путина, Москва вынуждена отреагировать на решение Брюсселя по принципу взаимности. Представитель правительства обратился ко мне с письмом продлить меры, которые мы приняли в ответ на эти действия наших партнеров из некоторых стран. Я сегодня в соответствии с этим письмом подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. При этом, как и предлагал председатель правительства, мы наши ответные меры продлеваем на год, начиная с сегодняшнего дня. Я думаю, что это будет хорошим ориентиром для отечественных сельхозпроизводителей. Еще один важный вопрос. Газовый. Президент заявил, что Россия больше не сможет предоставлять скидку на газ Украине в прежнем объеме. Это связано с серьезным падением цен на нефть, которая так или иначе влияет на газовые тарифы. Конечная стоимость топлива для украинских потребителей будет такой же, как в соседних странах, к примеру, в Польше. Правительству поручено срочно принять решение по этому вопросу. Срок действующего договора с Киевом истекает в конце июня. Главная международная новость. Уши Америки оказались еще длиннее, чем все думали. Буквально две недели назад закрылось следствие по делу о прослушке Ангела Меркель. И вот новый скандал. На этот раз АНБ вела разведку в отношении трех французских президентов. Минимум 6 лет. Это новое разоблачение от Викиликс. Понять союзников в Европе непросто. Поэтому Франсуал Ланд сразу созвал Совет Безопасности. Какая информация утекла и какая реакция может последовать, разбирался Виталий Фтулкин. Тайны Парижского двора вскрыты американской разведкой. Оказывается, три президента Франции, Ширак Саркази бывший, Алан действующий, на одном крючке или под одним колпаком. За ними всеми, не снимая наушники, следил большой брат из Вашингтона. Скандал, да еще какой. И о нем стало известно с помощью знаменитого разоблачителя темных игр США. Интернет-ресурса Викиликс. В Елисейском дворце обнаружена утечка. Сейчас это наперебой цитируют европейские газеты. В рамках операции «Шпионаж за Елисейским дворцом» перехватывались телефонные разговоры с 2006 по 2012 годы. Но нет гарантии, что слежка не началась раньше и не продолжалась потом. Согласно документам под грифом «Совершенно секретно» фиксировались переговоры по вопросам дипломатии, внутренней политики и экономики. В Париже на фоне таких известий все переполошились. Чтобы разобраться в ситуации, президент Алан срочно созвал Совет Безопасности. На всякий случай, трансляцию этого действия показывали без звука. Мало ли что, вдруг и сейчас кто-то что-то услышит. Неприемлемо, когда союзники предпринимают такие действия. Мы ведем борьбу с терроризмом и знаем, что такое контроль. Трудно понять, что заставляет их прослушивать своих партнеров, которые принимают ту же позицию, что и они. Как местные службы безопасности не распознали чужие уши, пока французы о проколе в своей работе молчат, кто ж такое признавать будет, российские специалисты взяли слово. Объясняют, прослушка, чтение чужой интернет-переписки запросто. Технологии разведки всегда были впереди технологии защиты. Бывают очень профессиональные атаки, защититься от которых очень сложно. К сожалению, гарантировать 100% защиты невозможно. А факт того, что прослушивали французов, может быть, они недостаточно внимания уделяли безопасности. Американский посол в Париже уже получил приглашение явиться в Елисейский дворец. Очевидно, для очень и очень неприятного разговора. Почти одновременно с этим сомнительные оправдания пришли из Белого дома. Что-то в духе «я не я» и «прослушка не моя». Мы не занимаемся разведывательной деятельностью слежения за рубежом, если на то нет конкретной и обоснованной цели, касающейся обеспечения национальной безопасности США. Это касается и рядовых граждан, и мировых лидеров. Еще как занимаетесь, следует из материала WikiLeaks. И вот минимум, что Вашингтон смог узнать из закрытых для него разговоров. Например, президент Ширак хотел поставить на пост замглавы ООН своего человека. А президент Оланд придумал некие тайные консультации с немецкой оппозицией, где обсуждали возможный выход Греции из зоны евро. Да и много еще чего любопытного не для посторонних ушей. Но все эти подковерные европейские игры для штатов, выясняется, были словно открытая книга. Американцы претендуют на то, что они все-таки хозяева мира, что они мир контролируют глобально. И тот факт, что они слушают президента Франции, совершенно неудивительно. Так же, как они слушали Ангелу Меркель. Поэтому слушали американцы, будут слушать следующих президентов. И не только президентов. Заокеанские разведчики, по данным WikiLeaks, раскидали свои жучки по многим кабинетам французского руководства. О чем беседовали между собой с зарубежными коллегами министра обороны, финансов и сельского хозяйства для штатов не секрет. Но особенно Вашингтон навострил уши в сторону Министерства иностранных дел Франции. А защититься от такой тотальной слежки Париж не в силах, как бы ни старался, нечем и неким. Франция не имеет собственных спецслужб, серьезных спецслужб, именно в том смысле, в котором это принято понимать. А, так сказать, у них осталось там несколько сот ряженых жандармов, которые, так сказать, годятся только для съемок в кино. И, конечно, этот вопрос все громче и громче стоит на повестке. После прошедшей накануне встречи Нормандской четверки, занятой решением ситуации на Украине, глава российского МИДа Сергей Лавров не особо-то и удивился новостям о прослушке, предположив, что и его встречу с коллегами тоже брали на карандаш. Ну или чем там американские спецслужбы пользуются. Я этого не видел, но не удивлюсь, не удивлюсь. По крайней мере скажу, что сегодня на Кадарсе, когда мы вели переговор, у нас периодически то выключались все микрофоны, то все микрофоны включались. Что дальше? О решениях принятых Франции пока мало что известно, но определенно там согласны. Что и самим неплохо бы держать ухо востро, если уж речь о вопросах национальной безопасности. А прослушка, устроенная американцами, это ли ей не угроза? Виталий Втулкин, Дарья Пинчук, Пятый канал. В Верховную Раду Украины внесен законопроект о смертной казни за коррупцию. Инициаторами выступили депутаты фракции Блок Петра Порошенко. О том, что проект зарегистрирован, сообщается на сайте украинского парламента. Однако текст документа и пояснительная записка к нему пока не опубликованы. Парадоксально, что администрация Порошенко при этом активно приглашает на работу иностранцев, находящихся у себя на родине, под следствием именно по коррупционным делам. А депутату Госдумы Илье Пономареву сегодня заочно предъявлено обвинение по делу о растрате средств фонда Сколково. Речь идет о сумме в 22 миллиона рублей. Дефективные договоры, непонятные исследования. В схеме отмания денег сейчас разбирается следствие. Сам Пономарев говорит, что преступления не было. Уже почти год он живет в США, возвращаться, сказал, не собирается. А это значит, что в ближайшее время депутат будет объявлен в международный розыск. Подробности дела у Натальи Дубровской. Новость о том, что он уже официально в статусе обвиняемого, застала Илью Пономарева в США. Возвращаться в Россию теперь депутат не собирается. Действия следователя считает незаконными. Сам факт преступления отрицает. Если они хотят меня задержать в России, я, естественно, в этой ситуации возвращаться не буду. Потому что какой смысл просто брать и добровольно идти в тюрьму? Пономарева обвиняют в пособничестве в растрате 22,5 миллионов рублей. По версии следствия, дело было так. Вице-президент Сколкова Алексей Бельтюков передал Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда. Хищение было прикрыто фиктивным договором на чтении курса лекций, каждая из которых якобы стоила 30 тысяч долларов, и выполнение неких исследовательских работ. Я занимался тем, что ездил по разным странам мира, встречался с теми, у кого это получилось, встречался с финансовыми людьми из венчурных фондов, встречался с преподавателями ведущих международных вузов, встречался и с российскими вузами, и с российскими новаторами. И мы, с одной стороны, рассказывали, что планирует делать российское государство, с другой стороны, собирали обратную связь о том, а что им нужно для того, чтобы они пришли в Россию, здесь работали, здесь создавали свои предприятия. Потом, на основе того, что я, собственно, услышал на этих лекциях и семинарах, была сделана вот эта самая аналитическая работа. Пономарев признал получение части денег, но заявил, что лекции все же читал, и исследования проводил. Впрочем, следствие его доводы не убедили. В случае отказа Пономарева явиться к следователю для проведения необходимых следственных действий, следственным комитетом будет инициирован его розыск, при необходимости и международный. Наряду с этим, следствием будут предприняты меры для возмещения ущерба от этого преступления. Дать ход уголовному делу помогли коллеги депутата. По закону на это требуется их санкция. Госдума проголосовала фактически единогласно. 438 против одного. Так Пономарев лишился депутатской неприкосновенности. Человек получает гонорар за два года 750 тысяч долларов, 22 миллиона рублей. За что? Он студент, представляете? Студент. И вообще не студент, потому что он где-то на физфаке был, ушел. Переклад это МГСУ. Он якобы там студент и читает лекции на уровне Ломоносова. Но лекции не читает. Вот мошенничество в чем заключается? Заключаются договора, есть акты передачи, выполненных работ. Все есть. Расчеты, все реквизиты. Но работы нету. Защита Пономарева настаивает в том, что депутаты Госдумы получают крупные гонорары за лекции, книги или статьи. Ничего удивительного нет. Так что адвокат депутата еще ранее заявляла. Преступления не было, а постановление Следственного комитета необходимо обжаловать. Впрочем, сегодня, после неприятного известия о превращении Пономарева из свидетеля в обвиняемого, Мария Баст как-то растерялась. Безусловно, я сейчас планирую ряд юридических шагов. Я планирую это сделать уже в самое ближайшее время. Но необходимо проконсультироваться, согласовать свою позицию с целью. И, безусловно, это так. Это, безусловно, это стратегия. Я бы не хотел ее опишировать, но в самое ближайшее время мы вас поинформировали. Теперь Пономарева хотят лишить и парламентских полномочий. Предложение отбирать депутатские мандаты за неучастие в работе фракции внесла в Госдуму справедливая Россия. Естественно, внутри Соединенных Штатов Америки он будет подавать это дело исключительно как политическое, для того, чтобы в случае необходимости как раз политическое убежище попросить. Впрочем, Следственный комитет ситуацию видит совсем по-другому. Согласно Уголовному кодексу. Статья 160. Растрата веренного имущества. Главного закона. В частности, тех, где речь идет о пятилетнем сроке полномочий Госдумы и о порядке смены состава в парламент. Поскольку ряд положений Конституции, такая двоякая трактовка, мы полагаем, что только Конституционный суд имеет право дать толкование тех статей, которые определят, будет нарушать принятие этого закона Конституцию или не будет. Выборы депутатов должны пройти в декабре 2016 года, однако часть парламентариев выступила за их перенос на единый день голосования в сентябре. Такой шаг официально объясняли тем, что бюджет на 2017-й должен принимать новый созыв Думы, который будет участвовать в его исполнении. Эффективно использовать госресурсы призвал сегодня президент участников Совета по науке и образованию. Он расставлял приоритеты, а это, во-первых, создание оборудования для отечественного производства, во-вторых, разработки, улучшающие жизнь людей в области медицины и экологии. Конечно, оставил Владимир Путин место и экспериментаторам. Ведь российская наука должна быть конкурентоспособной. Как она будет развиваться и как удержать в стране молодые и талантливые кадры? Планы изучил Алексей Лазуренко. Закрепиться на научной передовой. Задача, о которой Владимир Путин говорит достаточно часто. Консуммай он попросил ученых определиться с приоритетными направлениями в своих отраслях. Видимо, для того, чтобы сегодняшнее заседание Совета по науке и образованию этим отраслям и посвятить. Задавая систему приоритетов, мы не можем ограничивать свободу творческого, исследовательского поиска, права на эксперимент. Свободе мысли чужды границы, поэтому важно не замыкаться в себе. В научных кругах России это осознание есть. Если от российских технологий будут зависеть партнеры, и при этом мы будем способны быстро впитывать и использовать чужие наработки, то такая взаимозависимость серьезно будет укреплять наши позиции. И мы сможем на равных разговаривать с другими участниками глобального технологического развития. И будем застрахованы от разного рода рисков. Для этого, правда, еще придется очень многое сделать. Вот энерговооруженность экономики, например. Грозный термин на деле значит, что нужно отучить промышленников от расточительности. Экономия энергоресурсов лишь один из приоритетов. А ведь ради них в Кремле и собрались. Наука не может развиваться без оглядки на вызовы, которые стоят перед государством. Здесь и чиновники, и ученые сходятся. Последние, например, их доказывают. Когда есть цель, видна дорога. Компьютеры возникли только потому, что нейтронно-физические характеристики реакторов или траектории полета в космос надо было рассчитывать. Руками это было сложнее. Поэтому возникли компьютеры. А суперкомпьютеры, о которых мы все сегодня говорим, возникли в ответ на соглашение о запрете испытания ядерного оружия. И такое в истории случалось уже не раз. Моментом переломным может стать и нынешнее время. Неплохо было бы и с кадрами разобраться, докладывая президенту среднего возраста следователя, сегодня 63 года, молодежь продолжает уезжать. Путин отвечает, просто и здесь надо работать. Мы с вами знаем, наверное, а может кто-то и не знает, так называемые фонды иностранные. По школам работают. Сетевые организации просто шарят по школам Российской Федерации. Много лет. Под видом поддержки талантливой молодежи. На самом деле, как пылесосом высасывают просто и все. Уже прямо со школы бетруэнтов берут, на гранты сажают и вывозят. Один из путей решения проблемы повышает престиж родного образования. А еще не нужно смотреть на него через призму международных рейтингов. Там все меряют другими традициями. Мы могучая образовательная держава. И не можем стоять в стороне и наблюдать. И смотреть на чужие термометры. И поэтому я выдал идею создать рейтинг штаб-квартиры в Москве. Идей на совете звучит немало. Президент призывает оформить их в единую концепцию. Еще подумать над тем, как привлечь бизнес к финансированию прикладных исследований. А Россия тратит больше других на те направления, которые должны приносить прибыль. В конце заседания Владимир Путин успокаивает научный мир. Фундаментальные исследования без государственных денег не останутся. Алексей Лазуренко, Лариса Зорина и Александр Кисловский. Пятый канал. Москва. Кремль. И сегодня же состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синза Абе. Стороны обсудили украинский кризис, а также выразили обоюдную заинтересованность в двустороннем сотрудничестве в вопросах политики и экономики. Речь также шла о визите президента России в Японию. Как сообщает пресс-служба Кремля, его программа будет тщательно подготовлена. Продолжение следует...